Что хочется сказать о работе? Да, у нас, конечно, в силу как раз последних событий в декабре месяце 2020 года с 22 маршрута одномоментно выбыло 6 единиц транспорта. Поэтому это, конечно, не могло не отразиться на работе соблюдения интервалов, а также работа вечернего времени этого маршрута, конкретно вот этого маршрута. С января по сегодняшний день нам уже удалось две машины добавить на этот маршрут. Вот. Работу мы в этом направлении ведем. Ну, я думаю, что мы выровняем эту ситуацию, еще немножко потеплеет. Но при всем при этом я считаю, что перевозки справились неплохо. Скажите, а кто осуществляет санитарный контроль автобус? Вот особенно, наверное, маршрут пятерка. В данном случае, понимаете, это ответственность перевозчику, он должен сам осуществлять этот контроль. А вы никакой отношений? Мы оказываем диспетчеризацию медиков, механиков услуги по выпуску транспортных средств. Александр Соборович, конкретно юридически подрядчиком у ДХБ по перевозке на эти 22-й, 15-й, 7-й. Самая проблема маршрута, кто является? Это мы работаем в рамках договора простора товарищества. То есть заявитель БЭП? Да. Мы тут полномочий лицом... Вы подрядчик? Все, да? Мы не подрядчик, скумничку. Мы не подрядчик. Мы полномочий, мы абсолютно на разных направлениях, кстати, предприниматели. У нас мы внесли в это товарищество свое имущество, зловую реквитацию. Договор, кто подписывал с УДХБ? Семь. А, еще раз говорю. Голоковый электротранс в данном случае выступает уполномоченным лицом. Мы подписывали. Ну, все, я понял. Следующий вопрос. Какие штрафные санкции за нарушение режима 22-й, 15-й, 7-й до вас наложило УДХБ за последнее время? Ну, штрафных санкций там нет у нас. Предписания какие-то? Ну, да. Письма идут, конечно, мы работаем с этим вопросом. На сегодняшний день у нас, ну, то есть, скажем так, мы не закрываем только два вечерних графика. А разве в договоре не прописано за неоднократное нарушение условий договора, возможно, расторжение? В договоре прописано, в законе прописано, что если в течение трех дней ни одного рейса по маршруту не сделано, тогда да, заказчик имеет право в односторонний порядок в течение трех дней ни одного рейса. У вас собственный Балаковый электротранс, транспорт, ходит по маршруту на 22-15-7? 22-15? 22-7. Еще раз. Семерка, 15-22 ваша именно в БЭТовский берг? Вот автобус. 15 маршрута мы обслуживаем только в БЭТовском берге, потому что там у нас аукцион состоялся, там никто, кроме этого было бы, в ТРАНС не работает. Семерку мы стараемся за выходные, не днями закрывать, потому что там у нас есть проблемы. 22-й, ну, на сегодняшний день пока не уходит. Тогда почему вы членам общественной палаты отвечаете, что вы только ведете скучеризацию, проверку и так далее? Вы же сами осуществляете перевозку? Да, я говорю по пятому маршруту, где предоставлено, речь шла о машинах, которые... Ну, юридически вы же осуществляете перевозку? Юридически? Нет, здесь касалось по-секому маршруту отрядов. Юридически мы осуществляем перевозки и, соответственно, там, графики и все прочее, да, это в нашем, скажем, в нашем зоне ответственности. Но порядок в автобусе, наличие огнетушителей, по-моему, я говорю, всех необходимых. Мне приятно, это ответственность самого перевозчика. Еще раз говорю, они нам не подчиняются, они партнеры наши. Договоры на скором товариществе собрались три человека и собрались выполнять вот эту работу. Если мы, чтобы не три договора подписывались, мы являемся полномочным лицом. Но договор, скажем так, с УДХБ, опять-таки, все товарищи подписали. Задам вопрос, если вы решите. Вы все-таки можете объяснить представителям общественности, будет или не будет после 19.00 нормально ходить общественный транзор? Потому что реально он не ходит. Вот, ну что там говорить, мы же все понимаем, что реально уехать после 19.00 практически не нужно. Я, почему, говорил, как ведется работа с обращением выражения. Пожалуйста, приедете, вы потратите пару часов времени, мы откроем вам систему ЛОНАССК, и вы увидите, какие машины, на каком маршруте, в какое время были. Вчера, что-то за вчера, что любой день мы вернемся и посмотрим, и вы увидите, что транспорт ходит. Мы, ну, не придумывая, мы над этим работаем ежедневно. Утром начинается с того, что он смотрит, какие были, где был сход по технической неисправности, или же, там, допустим, по каким-то другим причинам. Зачем туда поднимается вопрос о запуске дежурных автобусов? Если вы же после 22 часов дежурных автобусов, где же нам после 22, хотя бы с 20.00, вам же голова... Вот было совещание здесь, в неделе у нас, по 22 маршруту конкретно было. Уехать невозможно, не только на 22.00, но вот, я, может быть, что-то путаю, может быть, люди... По-моему, то же самое на всех остальных, практически на всех. Такое значение, вот еще раз. Тогда давайте вы приедете, посмотрите. Еще раз, на всех автобусах стоит система глобации. Мы именно по ним делаем ответы на обращение граждан. Если автобуса не было, мы это не отказываемся, мы подтверждаем. Но если он был, то он был.